здравствуйте друзья с вами семейный юрист антон сорвачёв голосование прошло на моем новом канале в telegram ссылка на этот канал а также на наш сайт соц сеть на то как со мной связаться все есть в описании под видео итак голосование когда я спрашивал какой следующий ролик записывать победила тема где найти не такую где найти женщину для долгосрочных отношений я уже несколько раз на своем канале об этом рассказывал но я понимаю что люди приходят новые зачастую сложно просмотреть весь массив этих видеороликов которые уже есть на канале и поэтому у всех возникает один и тот же вопрос где же многим мужчинам хочется долгосрочных крепких отношений и люди понимают что в россии такую девушку найти очень сложно либо практически невозможно и возникает закономерный вопрос какой стране где эта блаженная страна патриархальных детственниц которые видят мужчин так сказать богов ну или не богов но хотя бы вот таких вот патриархальных начальников и которые готовы им подчиняться и вы рожать им детей и выстраивать крепкие хорошие отношения и потом не ставить их на алименты не разрушивать не разваливать не разбушивать семью ну и так далее повторение мать учения и так ребят объясняю еще раз что называется популярно и на пальцах женщины бывают разные в том числе и по своим и умственным и духовным и остальным возможностям и способностям так же как и мужчины но если мы берем среднестатистическую женщину вообще в мире то ученые вам скажут что у нее более лобильная психика и это плюс это увеличивает приспосабливаемость женщин вообще так сказать в любой враждебной среде в какой угодно понятное дело что есть и мужчины с лобильной психикой есть женщины с такой вот непробиваемой твердой но если мы берем среднюю температуру по больнице то женщина как правило психика более лобильная женщина приспосабливается к изменяющимся условиям лучше чем мужчина и в этом ее плюс и с точки зрения биологии и с какой угодно точки зрения поэтому если вы решили найти себе как мы мужском движении называем не такую то есть женщину которая будет за вас держаться вас ценить с которой можно построить долгосрочные отношения то здесь нужно первым делом понимать что если вы возьмете условно говоря найдете патриархальную девственницу где-нибудь в африке про это кстати есть монолог эдди мерфи половину эдди найдете условную девственницу такую патриархальную вырушив пленник день в африке перевезете и и мы предположим в москву то через полгода вы получите среднестатистическую обычную москвичку и наоборот зачастую если взять москвичку и так сказать ее отвезти в это племя в африке да где она будет понимать что шаг вправо шаг влево ее съедят вполне себе обычная средняя девушка приспособиться перевоспитается и в детстве она уже не станет но так сказать эти устои того социума в котором она живет вполне себе примет поэтому вам нужно выбирать не страну из которой вы возьмете девушку и привезете ее в россию предположим а вам нужно выбирать страну куда вы переедете и на чьих условиях вы будете жить как это сделать естественно нужно проконсультировать с адвокатом этой страны а лучше с двумя с тремя адвокатами по семейному праву узнать досконально какие условия замужества жизни какие существуют традиции как будет происходить развод как он возможен как это происходит что называется на практике и затем если вы задались такой целью переезжайте в эту страну и там живете с ней с этой вашей не такой патриархальной девственницы по-другому это не работает никаким образом знаю отдельный случай когда люди позже какую-нибудь тайку из какого-нибудь села селят в подмосковье предположим где-нибудь в москве с собой доме так сказать закрытом помещении в теории можно это сделать привести вот такую патриархальную девственницу поселить ее в ограниченном помещении но тогда ни в коем случае нельзя не давать ни гражданство чтобы она от вас зависела нельзя ей давать изучать язык ни в коем случае как только она научится говорить более-менее сносно по-русски как только она получит гражданство много шансов что вы пойдете нахер она себе найдет кого-нибудь получит как многие девушки женщины у нас поступают поэтому самое верное и надежное это переехать в страну с правовым полем с устоями и с общественным отношением к вам так сказать как говори семьи либо привести девушку женщину из этой страны но тогда ни в коем случае не давать социализироваться она будет пытаться это делать какой вариант выбрать выбирать вам первый вариант более надежный второй принципе более с одной стороны более простой другой стороны больше рисков у него что вы об этом думаете пишите комментариях под видео ставьте лайки подписывайтесь на канал прожмите обязательно колокольчик это помогает каналу напомню что все полезные ссылки на телеграм и на сайт на форум где мы общаемся на нашу соцсеть на связь со мной находится в описании под видео до новых встреч